Знаете, выходя с айпадом, у вас не чувствует себя белой ворона. Я такой достаточно консервативный человек. И айпад для меня это такое немножко... Особенно, знаете, за кафедру выходить с ним немножко дискомфортно, но... После того, как в некоторых странах за наличие Библии у меня в рюкзаке у меня были проблемы, то пришлось ездить с гаджетом. Я не люблю рассказывать о себе. Простите, пожалуйста, меня за это. Потому что если я начинаю себе рассказывать, долго получается очень. И не особо людям нравится. Я хотел, если можно, показать вам ролик о нашем служении. И потом... Я думаю, он больше скажет, чем я. Можно включить? Поехали. 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 все наша миссия она небольшая мы служим всего в 12 странах и пока не так много миссионеров которые у нас трудятся но те кто работают они посвящают своей жизни полностью мой помощник самый наверное потрясающий в этом плане пример потому что он уже на пмж переехал жить в непал гималай и трудиться там уже второй год я сегодня хотел поделиться откровением которое когда-то очень сильно поменяла не только мою жизнь но и вообще все мое служение все что бог делал она очень сильно изменилась я хочу поговорить о практической вере знаете я всегда поражался почему в одних сердцах вера является ну достаточно твердой серьезно сильной а некоторые хромают иногда на оба колена и даже знаете немножко по-другому могу сказать иногда у нас вера она такая железобетонная а иногда хочется бросить все сказать бог ты где почему тебя нет куда ты ушел бог никогда не оставляет нас знаете я стал задумываться почему не всегда не во всех случаях и достаточно часто происходит так что то во что мы верим то что мы ожидаем оно не приходит наша жизнь однажды один старый служитель потрясающий муж божий сказал мне одну вещь ты никогда не сможешь стать по настоящему сильным верующим если ты хотя бы один раз не разочаруешься в боге я знаете я подумал что старик немного за много старый и перемудривает но последнее время я начинаю понимать что вера она в обязательном порядке должна проходить через определенные испытания в противном случае она ничего не стоит и все мы знаем как апостол яков он учит нас что вера без дел мертва вера без дел мертва и наши дела они не сколько являются показателем нашей веры сколько именно они приводят к результату простой простой банальный пример если я сейчас скажу как ну вот скажу вам что через какое-то время крыша на нас упадет те из вас кто поверят мне что вы будете делать что-нибудь будем делать ну кто-то убежит кто-то начнет придумывать как все это спасать и так далее те кто не поверят могут поддаться общей панике или же просто ничего не делать но вера она всегда вызывает действие если мы с вами поверили то мы моментально начинаем что-то делать невозможно так что бог что-то проговорил в твое сердце и ты остался равнодушным я никогда в жизни не встречал таких людей когда бог начинает что-то говорить и ты это слышишь и ты способен это принять всегда приходит ответная реакция всегда приходит действие и знаете я стал думать на эту тему почему все таки когда мы с вами в чем-то очень сильно нуждаемся мы приходим к богу и мы говорим бог мне что-то нужно от тебя мы больны у нас проблемы с финансами у нас какие-то другие трудности бог мне очень нужно и часто происходит так что мы как бы не получаем ответа и знаете для меня очень сложен этот вопрос еще тем что попадаешь такие ситуации когда тебе вообще в принципе никто не поможет невозможно никто никого нет ты не знаешь языка ты не знаешь ничего нету не людей рядом не верующих не христиан никого и ты один и не работает и знаете я лежал помню это было в в одной очень интересной стране потеряв надежду определенную я помню лежал на каком-то камне молился и говорил господь почему я прошу ты мне не даешь ты же видишь вот у меня есть дети и мне не нужно чтобы они меня уговаривали папа дай покушать да папа дай мне это почему я тебя должен уговаривать дай мне и ты мне не даешь извините может быть я немножко порчу свою репутацию сейчас но и бог проговорил тогда сказал когда ты что-то просишь чего ты ждешь от меня ну как же господи если мне нужно исцеление да если я болен что я ожидаю исцеление если у меня нет финансов что я жду когда я прошу боже помоги финансы если у меня существуют какие-то проблемы я ожидаю что эти проблемы будут разрешаться и бог не горит послушай дорогой когда ты что-то просишь ты ожидаешь моего действия а я действую по-другому и вы знаете это откровение изменило очень многие вещи в моей жизни я хочу поделиться назвал это как бы практическая вера что ли хотя сложно придумать название бог говорит когда ты в чем-то нуждаешься когда ты что-то просишь когда у тебя есть нужда я знаю помните прежде чем ты попросишь и когда ты говоришь со мной я посылаю тебе мое откровение всегда я стал спрашивать почему вы знаете на самом деле всякий раз когда мы с вами что-то попросим у бога мы ожидаем что прилетит волшебник в голубом вертолете если кто-то помнит и бесплатно покажет кино если что вот у меня что-то болит большинство людей когда мы болеем первое что мы делаем мы залазим в аптечку и начнем смотреть где же это средство чудодейственное да которое ты выпьешь и у тебя сразу все станет аллилуйя когда ты выпил не помогло мы приходим к уже каким-то более серьезным методом когда они не помогают мы уже начинаем молиться господь исцели и даже в это время мы ожидаем что то что мы делаем будет какой-то магической деятельность сюда вот ты сказал господь что-то там сошло где-то покололо что-то пошевелилась и ты здоров я верю сверхъестественного бога и не только верю я постоянно сталкиваюсь со сверхъестественным но знаете не работает есть несколько магических заклинаний в библии во имя иисуса помните все что не попросите во имя моё дам вам а кто из вас уже молился так он такой молитва и не получил вот кроме меня есть такие я уже так не молюсь не работает а есть еще одно такое магическое и вы простите за это слово где двое на земле согласятся просить об одном кто уже не получал тоже по такой молитве есть таки опять я почти один и знаете однажды я понял что на чтоб мы с вами не согласились если бог этого не хочет ничего не будет происходить мы с вами можем согласиться на что угодно это будет настолько угодно хорошим правильными даже библейским но если бог не хочет этого что соглашали что не соглашались ничего не произойдет и очень много таких вещей и мы все перепробовали мы молились и так и мы просили здесь и мы говорили господь мы просто должны терпеть не должны мы терпеть мы должны понять одну простую вещь когда мы просим нам нужно перестать ожидать что прилетят волшебники и будут происходить какие-то мисс мистические вещи писание четко конкретно и просто говорит когда ты испытываешь нужду когда у тебя что-то болит когда тебе что-то нужно когда ты обращаешься к богу бог отвечает он говорит он говорит он посылает свое слово его слово его слово это всегда ответ на всякую нужду какой бы она ни была и это слово которое мы принимаем свое сердце и растворяем его верой и мы делаем то что говорит господь и вот это называется практической верой никогда мы ожидаем что кто-то придет и возложит на нас руки и произойдет чудо чудо происходит по вере вы должны понимать что бог не реагирует на наш плач на наши слезы на наше стенание на наши жалобы на наши уговоры он реагирует на нашу веру ему нужно чтобы мы верили ему нужно чтобы мы верили и об этом я сегодня хотел поговорить потому что это настолько важно мы можем с вами годами ждать что бог придет и что-то будет делать а бог уже приходил он приходил и он говорил к тебе я хочу прочитать один небольшой отрывок но вообще хорошо чтобы эту всю главу почитать долго будет спасибо большое это 5 глава 4 книги царство нейман военачальник царя сирийского был великий человек у господина своего и уважаемый потому что через него дан господь победу сирианом и человек этот был отличный воин но прокажен и посмотрите я понимаю что нейман был язычником но я думаю вы верите что бог любит всех правда он был великий человек он был уважаемый человек он был богатый человек он был отличный военачальник но он был болен у него была нужна которую никто не мог решить проказа до сих пор не лечится и оккупируют погашают ее затормаживают ее всячески угнетают но она никуда не денется это страшная болезнь и нейман не просто был военачальником он был военачальником сирийского царя на то время на тот момент истории это была доминирующая держава в мире это было самое могущественное государство на планете он был министром обороны и он был болен и знаете он молился он просил он искал в то время молиться это было нормально для всех и вы знаете когда он молился бог не исцелила пришел кто-то из его слуг и сказал у нас есть девочка рабыня которую мы захватили в израиле и эта девочка считает что там есть пророк если ты придешь и он помолится то бог исцелит тебя посмотрите какой простой алгоритм человек нуждается в исцелении и бог дает ему что откровение он говорит тебе нужно поехать в израиль но я же нуждаюсь в исцелении зачем мне ездить в эту страну там есть пророк и он помолится за тебя и нейман верит и его вера она начинает вот двигать он собирает вещи собирает подарки и он едет в израиль он приходит к царю и он начинает говорить царю дает письмо от своего царя и он говорит посмотри у тебя есть где-то пророк царь рвет на себе одежду верит посмотрите повод ищут для того чтобы воевать и нейман послушав бога он приезжает в израиль и ничего не получает и вот это разочарование и мы с вами часто такие вещи переживаем вроде бы мы пошли за богом вроде бы мы начали двигаться а результата нет но в израиле его ждала второе откровение когда пророк посылает учить одного из учеников своих и говорит позови его сюда и все узнают что есть жив бог израилев и он получает второе откровение вот эта история она не просто описывает человека который верил эта история описывает путь веры когда мы из веры в веру мы должны продолжать двигаться не разочаровываясь потому что что-то вот сейчас не произошло и нейман едет садится на своего коня и едет к дому пророка а пророк даже не вышел к нему представьте себе простую ситуацию вот мы сидим с вами сейчас подходит к пастору кто-то из братьев говорит там министр обороны приехал просит помолиться пастор говорит пусть подождет там постоит нет мы так не ведем себя если важные люди приходят мы оказываем им честь а этот пророк был на самом деле достаточно наглым гордым и несмиренным он даже не вышел поприветствовать великого человека надо сказать что израиль как раз был под протекцией сирии то есть это босс пришел он не вышел и нейман стоящий у закрытых ворот пророческого дома это сильное разочарование и она очень часто вкрадывается в наши сердца когда дьявол говорит посмотри ворот это закрыты куда тебе бог завел куда тебя завела твоя вера куда завели тебя твои писания но слуга вышел и сказал пойди на иордан якунись 7 раз не играет роли сколько раз это было третье откровение но она так разозлила неймана написано он пришел в ярость пришел в состояние гнева и слуги его успокоили не дед если бы тебя пророк попросил сделать что-нибудь очень сложное там не знаю там прыгнуть на три метра пробежать десять километров проползти на коленях по лестнице петра в ватикане сделать какие-то вот посмотрите насколько мы люди все-таки мы любим что-то вот что можно потрогать и очень сильно любим что-то что можно сделать нам очень нравится это нам нужны обряды нам нужны вот эти религиозные вещи я не знаю почему но так происходит и не иману говорят если бы он попросил тебя что-то сложное ты бы сделал это конечно конечно сделал бы знаете когда проповедуешь неверующим и говоришь о благодати они слушают тебя слушают и что так просто чё так просто и нам людям сложно понять почему так просто и мы не соглашаемся с этим мы говорим как же если это просто значит точно не от бога а бог он простой и апостол предупреждает нас чтобы наш мозг он не повредился если мы уклонимся от простоты христа и не иман соглашается со своими слугами получив четвертое откровение он идет окунается и получает исцеление когда мы с вами испытываем нужду в чем-то бог посылает свое слово болен ли кто из вас помните яков пишет 5 главе что-то нужно что сделать болен ли кто-то из вас позовите кого при свитера церкви и он помолится зачем он что не знает что я болен почему я должен кого-то звать я могу сам помолиться да ты можешь помолиться сам написание говорит позвони пастор позвони служителю почему потому что это принцип веры потому что богу нужно чтобы мы ходили в послушании смотрите знаменитый стих из 11 главы послание к евреям вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность и уверенность в невидимом я всегда думал что вера это когда осуществляется что-то да вот что-то вот происходит такое сверхъестественное на самом деле нет в оригинале написано юпостасис прагматон дословно переводится на русский язык как дело веры апостол говорит что вера это когда мы осуществляем то что является предметом нашей веры юпостасис прагматон это значит что я поступаю на основании своей веры я не ожидаю что все произойдет само по себе но я двигаюсь туда куда меня посылает бог я делаю то что говорит его слово если хотите вера это послушание откровению слова божье и она не может быть другой и поэтому когда мы с вами что-то просим у бога нам нужно просто перестать ожидать что придут ангелы нам нужно быть очень внимательными и слушать что говорит бог поэтому когда мы с вами приходим в дом божий писание говорит что когда ты идешь дом божий помните будь более готов к слышанию нежели к жертвоприношению потому что бог будет говорить тебе это не будет просто слова утешения хотя мы часто нуждаемся в утешении это будут слова веры это будут откровения которые нам нужно будет стать и пойти исполнять почему мы с вами ничего не имеем яков говорит потому что мы не просим а просим и не получаем мы не слышим что ожидает бог мы не слышим мы не хотим слышать для нас важно не сколько участвовать в том что делает бог для нас важно просто получить нам важно быть здоровыми нам важно быть богатыми нам важно быть успешными не важно в каком деле в бизнесе в семье или в благовестии нам хочется быть успешными а бог говорит я хочу соработничество я хочу вашего соучастия в вашей жизни и когда вы приходите ко мне я отвечаю он не молчащий бог он всегда говорит постоянно один два три иногда настолько поражаюсь богу что я бы на его месте уже бы давно пинка дал он продолжает один раз второй раз третий помните многократно многоразлично говоривший он постоянно говорит 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 а мы как жестоковынные мы не хотим слушать потому что не этого ждем нам нужно действие господь я хочу денег дай мне денег магия я считаю это неправильно как мы я всегда рассказываю эту картинку представляю себе знаете верующий человек господь мне так нужны финансы лег на диван господь и так закрываешь глаза этот волшебный шелест летящих с купюр и толстым мягким ковром покрывающий все до чего ты можешь дотронуться дотянуться мечта правда а бог дает работу не только несправедливо но и глупо согласитесь господь мне очень нужно я помню мы так нуждались финансах просто невероятно и мы решили поехать по братьям пособирать денег на нас собирали на дорогу и нам утром выезжать уже все машина упакована садимся едем и ночью господь приходит гритты никуда не поедешь почему потому что я хочу тебя благословить я согласен давай не 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 ты поедешь в другую страну и там есть пастор который нуждается и все что ты собрал ты должен быть ему отдать я отдать я это собирал по копеечке и пойти какому-то незнакомому мужику отдать я наверно часа два с богом ругался в конце концов думаю ну ладно и знаете бог через это не не дал денег нам правда ни копейки вот как отдали так и с концами никакой жатвы не было мы начали одну церковь потом начали другую церковь то начали третью потом мы начали служить в этой стране сегодня очень большое служение слава богу десятки сотни людей приняли иисуса христа я подумал да ну их эти деньги они как-то сами пришли с других мест и совершенно незаметно без драматизма да ничего мешки с золотом не падали на они просто как-то появились непонятно как я подумал что господи не важно что и как важно что в итоге правда и важно быть послушным когда бог говорит надо просто пойти сделать и я ни капли не жалею что я поехал тогда не туда куда планировал не в богатую а в бедную страну кстати до сих пор что-то меня по бедным странам как-то и носит с тех пор слово это всегда ответ на нужду людей всегда помните знаменитая история на горе кормил когда один пророк божий избил там достаточное количество языческих пророков и помните эту знаменитую историю с жертвенником да и огнем сошедшим на жертвенник и потрясающие слова который говорит им пророк я ему прочитаю потому что это на самом деле очень сейчас в другом месте найду 3 царство 1736 во время приношения вечерней жертвы подошел пророк или и возвал на небо и сказал господи боже авраамов исаков яковлев услышь меня господи услышь меня ныне в огне да познает в этот день люди сии что ты один бог в израиле и что я раб твой и сделал все по слову твоему вы знаете если вы почитаете я думаю вы читали да то что происходило до 8 до до 36 стиха что сделал или он построил жертвенник так как написано он принес жертву во время когда нужно было как написано он дрова положил так как написано он все делал так как написано и когда он возвал богу сошел огонь это не было просто наваждение на или или я знал что когда он поступает по слову слава божья является обязательно если мы с вами хотим видеть чудеса нам не нужно быть людьми которые ожидают шоу которое бог будет нам демонстрировать бог не хочет чтобы мы смотрели что он хочет чтобы мы участвовали в его делах и он дал нам свое слово и когда давид говорит я не могу жить без твоих слов на каждый день давид говорит о хождении по вере мы с вами просыпаемся и что мы ищем я помню свою христианскую молодость и нашу глупость которая сегодня почитаем а за глупость когда мы на молодежных собраниях мы спорили знаете о чем не не о три единстве мы знаете о чем спорили мы спорили что нужно делать когда ты просыпаешься в первую очередь чистить зубы или эти молитвы а чего смеетесь как с нечищенными зубами к богу то а если чистить зубы то как бы как ты богом чуть-чуть пренебрегаешь и баталии месяцами длились и сегодня рассказываешь о том и многие так смотрят на тебя думают ну больны немножко а вот я вам скажу что вернись я туда я все равно об этом спорил потому что для меня это важно потому что бог он ожидает что мы не просто будем зрителями не просто будем пассивной частью а он ожидает что мы будем искать его откровения что мы будем искать что ты хочешь сейчас сегодня в этот день что ты ожидаешь от меня что мне нужно сказать что мне нужно дать куда пойти может быть просто нужно с кем-то посидеть как быть самые успешные люди которые служили богу это были люди откровения которые искали не силы не действия помните как бог похвалил соломона мудрости хочу господи по-другому он сказал я хочу господь знать да как поступать ну не то что значит дальше там и написано я хочу знать как править народом сим многочисленным что такое мудрость многие люди думают что мудрость это накопленный опыт и знания нет нет мудрость это умение этим пользоваться я сегодня знаю огромное количество образованнейших людей совершенно глупых немного знает но ничего не делает и это знание но она как прах в их руках но мудрость которая бог дает нам это умение применять эти знания умение поступать так как надо а начало мудрости страх господи знаете что это значит это значит что мнение бога в той или иной ситуации она важнейшая и тебе страшно поступить не так как хочет бог и в этом мудрость а если тебе страшно поступить не так как хочет бог еще откровение и когда ты начинаешь это делать бог начинает тебе говорить начинает тебе говорить и ты начинаешь его слушать и когда это приходит твой сердце это может быть самая последняя глупость нашей точки зрения но это всегда приведет к победе это всегда приведет к славе это всегда приведет к такой славе не пришел мл один человек пишет бог сказал нам на ночной молитве что ты будешь благословением для нашей церкви и для нашей страны еще раз отмечу это не америка то есть это та страна где тебе не то что билеты не купят но и покушать могут не дать я говорю брат если бог тебе это открыл то было бы неплохо чтобы он и мне это открыл я тогда даже пешком пойду и давай будем молиться хорошо и мы стали молиться и ничего и однажды я просто говорю господь если ты хочешь чтобы я туда поехал дай мне необходимую сумму и назвал и знаете что бог взял говорит позвони пожалуйста вот там в одну церковь а эта церковь в нашей стране знаете вот деревенская там 12 человек было все уже за 70 глубоко пенсии у нас не особо сильные то есть финансами точно не помогут вот знаете у бога есть вот определенные вещи ты у него денег просишь он говорит позвони и я думаю что история сейчас будет повторяться как вот то что я вам рассказывал я позвонил этому пастору старенький брат такой и он как услышал мой голос так обрадовался это ой мы так тебя искали найти не могли и как вы меня искали в рельс убили где-то могли позвонить телефон же есть что-то не получалось набирал я не получается мне тебе дозвониться слава господу ты позвонил я что-то когда сестра маша собралась помирать а я тут причем поговорить с тобой хочет перед смертью ладно сиди здесь вот я сижу он побежал а знаете как 92-летний пресвитер бегает с соседней дом стоишь и а за мой счет еще и он сходил за сестрой машей сестре маша было тоже под 90 уже и они быстро бегают она пришла игрит знаешь брат саша грит я собирала на похороны себе и молилась и бог сказал тебе отдать и раз сколько у тебя денег и она называет ту сумму которая просил игры придется ехать к с и не хочу туда ехать а там же убивают христиан там просто вот без этих прилетаю а меня никто не встретит вы знаете вы попадаете в выходите из аэропорта вокруг одни маджахеды с автоматами ну правда одни маджахеды вот и смотрят на тебя с любовью ну предвкушая какие-то райские свои наслаждения за убийство белого человека и так не по себе и я думаю господи как мне быть что мне делать звоню тому брату он говорит прилетай ко мне тогда те которые мне встретили так мы с ними больше не общались а этот брат который пригласил говорит давай ко мне прилетай поменяй билет и прилетай ко мне а это еще шесть часов лету я подхожу к кассе и пытаюсь поменять билет и и знаете что понимаю что там сидит человек который не по-русски не по-английски не понимать или делает вид что не понимает и на бумажке не напишешь потому что у них циферки там по-другому пишутся не так как у нас я стою и возле этой кассы и почти плачу от безысходности и вдруг мне по плечу кто-то стучит поворачивает стоит человек играет проблемы брата на чисто русском языке кредо говорит давай помогу берет у меня паспорт ныряет в эту кассу что-то там а на востоке люди они такие на эти ух кровь с молоком это я потом понял что манджахеды на меня не с той любовью смотрели они просто на всех так смотрят он что-то поговорил вытащил мне этот паспорт билет перебитый был нужен она на на другой город и он говорит завтра самолет сегодня уже нет самолета завтра я сейчас тебя посажу в такси ты приедешь в гостиницу сиденье выходе из них назад поедешь с этим самым таксистом он приедет за тобой я с ним договорюсь все мы идем такси представьте огромный паркинг пустой совершенно стоит в центре такси и мы идем тянем эти чемоданы ложим чемоданы в багажник я думаю хороший человек правда помог мне все и дам ему визитку свою вдруг ну нужно будет в ответ помогу я лезу беру визитку поворачиваясь мужика нет просто нет и вот эти 500 метров которые отделяют меня от края паркинга во все стороны совершенно пустые я водителю грео где тот человек который привел и какой человек идут мне страшно стало потом знаете что понял что я за билет ну ничего не доплачивал и я не выходил из гостиницы я сидел в гостинице знаете когда бог начинает нас посылать когда бог начинает говорить нам свое слово когда бог начинает руководить нами для нас нереально важно очень сильно важно услышать и очень важно быть послушным и знаете послушание я недавно получил откровение опять же копался в греческом и увидел одну потрясающую вещь чем отличается послушание подчинение подчинение это требует ты делаешь мы к послушанию это относим а послушание это готовно сделать как говорит бог всегда это внутреннее расположение господь я буду делать так как бог говорит еремии помните куда повелю пойти пойдешь что повелю сказать скажешь это не приказ это характеристика пророка бог говорит у тебя есть послушание потому что я вижу в твоем сердце что все что я тебе скажу ты будешь делать и сегодня богу важно увидеть нас с вами такими когда мы перестанем ожидать мистических вещей и мы начнем верить по-настоящему господь я нуждаюсь в исцелении что мне нужно делать позови пресвитера посмотрите коль мы коснулись исцеления есть дар пророческий есть 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 дар говорения есть есть слово знания есть есть и дары исцеление почему не один потому что нам нужно искать потому что нам нужно увидеть что вот сейчас именно ко мне хочет бог не то как это происходило когда-то много лет назад не то как это возможно происходит сейчас но где-то далеко а что ты сейчас хочешь от меня какова моя роль в жизни какова моя роль в церкви что я должен делать для тебя и когда у тебя есть это внутреннее послушание когда ты ожидаешь господи что я сделаю я все сделаю что ты скажешь куда пошлешь я пойду что повелишь делать я буду это делать и это не просто слова и вот когда это не просто слова тогда происходят чудеса тогда происходит то сверхъестественное о чем мы мечтаем только тогда потому что вера наша это послушание откровению слова божьего это не просто я верю зажмурился и пошел вера она всегда требует определенной реакции она требует нашего действия знаете из такой старый неканоническая притча можно у вас рассказать человек упал в пропасть зацепился за какую-то там ветку висит молится говорит господи если ты есть спаси меня и голос бог говорит да я помогу тебе но ты должен довериться мне без проблем правда в любой момент господи мы доверяем мы полагаемся уповаем мы об этом поем и говорим будет точно да отпусти рук через некоторое время крик здесь есть еще кто-нибудь наша вера заканчивается на том что нам нужно поступить каким-то образом совершенно не умещающимся в нашем мозгу нас бог совершенно нелогичный он алогичный мне мне нужны деньги бог говорит отдай мне нужно исцеление а он тебе куда-то еще и посылает тебе что-то нужно бог говорит слушай меня потому что я хочу не просто исцелить тебя я хочу чтобы через это пришла слава моя неужели вы думаете христос не мог успеть к лазарю ну или придержать чтобы не умер да запросто я недавно читал евангелие от марка когда помните с одним одержимом женщина пристала к иисусу он где-то иди дочь что я пришел исцеление уже было иисусу не надо быть там физически чтобы что-то делать но он пришел потому что он хочет чтобы бог прославлялся чтобы отец прославлялся чтобы божья слова она работала мы должны быть теми людьми которые будут послушными когда мы послушны приходит такая слава которую ни с чем ни с чем не спутаешь не может быть такого знаете когда он может быть врачи ошиблись знаете нет когда мы поступаем соответствующим образом сначала люди смотрят на нас как на безумцев потом говорят бог действительно есть очень часто бог ставит нас такие обстоятельства что просто думаешь зачем господи нельзя проще смотрели фильм эван всемогущий он говорит бог я понимаю что ты все делаешь потому что ты меня любишь но не мог бы ты любить меня немного поменьше бога есть план для вашей жизни и это не просто план сделать вас счастливыми не просто сделать нас успешными богатыми спокойными благословенными бога есть план прославить сына своего через тебя и поверьте я не пытаюсь быть харизматом и накачать вас этим нет я в это верю до глубины своей души я знаю что бог хочет прославить сына своего через нас и он будет для этого делать все он прилагает все усилия чтобы имя иисуса но стало известно и почитаемо и если что-то с тобой происходит тебе просто нужно открыть свои уши и сказать господь говори ко мне и поверьте он будет говорить будет говорить через проповедников через простое общение братское через какие-то книги и в 90 процентов случаев он будет говорить через писание 90 процентов если не больше он будет говорить нам через свое слово когда ты будешь читать и ты понимаешь это для меня мне нужно пойти и сделать именно это не нужно сделать это не просто принять к сведению не просто сказать да господь здорово такое слово потрясающе позавчера сижу утром читаю библию и такое знаете место из псалмов положись на господа и он тебе и он поддержит тебя хорошее слово так вдохновляет бог говорит я говорю сейчас тебе в конкретной ситуации вот в этой вот в этой и господь как же там же ну такая ситуация сложно положись на меня просто убери руки сейчас я убрал и проблема сразу раз и решил знаете такой запутанный узел оказывается решается так просто грит убери руки а может не надо было убирать руки может быть но бог сказал брать и вопрос всегда состоит в том что хочет он они то что хотим мы что ты хочешь господь господь я лично хочу до края земли дойти я хочу быть человеком который принесет тебе огромную пользу я когда-то знаете мечтал быть великим проповедником и молился так господи хочу быть великим проповедником просто ну великим и все больше ничего не надо только вот чтобы великим их много да я не затянул и бог не говорит слово которое на самом деле очень сильно изменила меня тогда где ты никогда не будешь великим ободряет правда никогда не будешь великим а вот твои ученики они пойдут до края земли они будут и бог дал мне тогда видение я хочу поделиться и мы помолимся я видел себя среди толпы огромной толпы людей в темноте и каждый из нас стоял с факелом и факел они горели и мы стояли тесно тесно друг другу и люди они были очень грустными потерянными и мне было так жалко и бог сказал ты хочешь чтобы эти люди не получили благодать мою да господь я конечно хочу и знаете тогда с неба пришел огонь и мой факел загорелся и вокруг меня образовалось такое пятно света ну может метров пять диаметре и вот те люди которые были в этом свете они их лица изменились они стали радостными не стали улыбаться начали общаться по-другому никак какая-то жизнь образовалась и когда я это увидел у меня внутри аж ликование было игре господь больше хочу и бог говорит нет проблем я подниму тебя я поднимаюсь на метра полтора не знаю как и пятно света становится гораздо больше просто становится большим таким и еще больше людей они начинают радоваться веселиться начинают ну в общем жизнь кипит просто игре бог еще больше и бог меня поднял метров на пять и пятно света стало вот на на весь зал накрывает и люди стремятся к этому свету и толпятся его говорит хочешь я тебе еще выше подниму говорю конечно хочу и бог поднимает меня метров на двадцать и пятно света становится просто нереально огромным просто нереально огромным и тысячи десятки тысяч людей это просто я не могу передать те чувства которые переживал и бог говорит хочешь я тебе еще больше подниму я говорю конечно хочу и бог поднимает меня высоко-высоко на небо и свет на земле пропадает и назин на небе появляется еще одна звезда и знаете я вижу себя как бы вот ну снизу я вижу эту звезду и тысячи других звезд которые прекрасно сияет на небе и не холодно не жарко и господь говорит ты еще хочешь быть великим нет я же не хочу недостаточно вот чтобы хоть кто-то радовался и вновь увидел себя внизу с зажженным факелом и будет а теперь я хочу показать тебе так как я являю мою славу я взял мой факел и прислонил к соседскому а потом к этому а потом к этому а потом к тому и я увидел как это свет он начинает распространяться волной по всей земле и вы начинаете я понял что величие наше состоит не в том чтобы нас превозносилили мы сами себя а в том чтобы зажечь того который сидит рядом с тобой помочь тому кто близко вдохновить сказать давай дорогой ты сможешь и я сказал я хочу быть великим я хочу быть полезным я хочу быть полезным я хочу быть тем человеком который сможет вдохновлять тех кто находятся рядом с ним и бог сказал тебе будет трудно, без проблем. Ну, правда, зря я это, конечно, сказал, но что есть, то есть. Вы знаете, вера это послушание откровению Слово Божьего. Вера, это не просто, когда ты прочитал Библию и сказал, о, какие хорошие и драгоценные обетования дал нам Господь. Когда ты сказал, это мои обетования, это мое Слово, это для меня, и я это буду делать. И знаете, напоследок еще одну вещь скажу, очень потрясающую. Как сориентироваться по дороге Веры? Вот мы вчера стояли в даунтауне, да, в Портлэнде. Я включил GPS, надо как-то, ну, найти куда к машине идти. А GPS, стрелка вот так. Знаете, что нужно ему, чтобы понять, куда нам идти? Надо начать двигаться. Надо начать двигаться, хоть куда-нибудь. И тогда ты увидишь, куда ты движешься. Правильно ты идешь или неправильно ты идешь. И вот здесь нужно послушание, чтобы Бог мог тебя корректировать. И пусть Бог благословит вас, чтобы вы, когда приходите в церковь, когда вы берете в руки Писание, когда вы преклоняете колени, когда вы начинаете делать, ищите воли Божьей, ищите Его Слово, ищите Его откровения. Положите на это свою жизнь, и Бог будет прославлен тогда через вас. Наверное, это все, что я хотел сегодня вам сказать. Помолимся? Я не знаю, как у вас принято правильно. Помолюсь, как умею. Отец мой. Папа. Ты видишь каждое сердце, Боже, каждого человека, стоящего здесь. Я знаю, Господь, что нет человека здесь, которого ты бы не любил, и которому бы ты не дорожил. И я прошу тебя во имя Иисуса Христа, чтобы ты благословил каждого искать твоего откровения. чтобы ты, Боже, зажег этот внутренний огонь. Внутреннее неудовлетворение, Господь, от того, что наша жизнь, она становится обыденной, простой и порой даже пустой. И я прошу тебя во имя Иисуса Христа, чтобы ты этот огонь просто зажег в каждом сердце и даровал гореть. Чтобы, Боже, мы искали твоего откровения более чем хлеба, более чем жажда воды, Господь. Я прошу тебя, благослови, коснись каждого сердца, коснись прямо сейчас. Пусть, Боже, родится это решение, быть послушным твоим откровением. И чтобы твой голос, он вновь зазвучал в тех сердцах, Господь, которые уже закрыты, потому что пришло разочарование, потому что пришло охлаждение, потому что пришло что-то, что закрыло это сердце. Но я молюсь, я знаю, Господь, что ты тот, который творит чудеса, который может открыть любые двери. И я молюсь тебе, чтобы твоя теплота, чтобы, Боже, твое помазание, чтобы твоя сила, оно, Боже, осветило и согрело это сердце, которое подобно цветку, Господь, оно будет тянуться к теплу и свету. Я прошу тебя, прямо сейчас, пройди по этому залу, от человека к человеку, от сердца к сердцу, прикоснись своей рукой, наполни твоим духом и зажги твоим огнем, Господь. Во имя Иисуса Христа прошу тебя, дорогой Господь, чтобы ты поднял здесь людей веры, людей, которые будут искать твое откровение и делать то, что ты говоришь, чтобы ты мог поднять и утвердить здесь великую церковь, которая будет прославлять тебя. Не просто песней, не просто словами, не просто даже добрыми делами, но сверхъестественной явлением силы и духа твоего через нас. Дай нам быть на том месте, где ты ждешь нас. Дай нам быть, Боже, там, где ты хочешь, чтобы мы были. Дай нам быть возле тех людей, которым ты посылаешь слово твое. Дай нам быть рупорами твоего слова. Дай нам быть руками, которые ты будешь возлагать на больных, Господь. Дай нам быть ногами благовествующими, чтобы идти туда, куда ты хочешь. Поступать так, как ты желаешь. Жить так, как ты ожидаешь от нас. Пророческое помазание, Отец, на всякое служение, на всякого служителя, на всякое действие во имя Иисуса Христа, чтобы понимали и знали, видели и были согласны, и в послушании делали то, что ты ожидаешь. Иви славу твою. Иви славу твою. Иви твою славу. О, Иисус. Пусть никто из нас, Господи, никто не уйдет отсюда таким, какой он пришел. Но пусть каждый из нас преобразится. Пусть немного, Господь, но пусть мы изменимся, Господь. Пожалуйста, пусть твоя любовь уже через нас. В Духе Святом течет, Господь. От сердца к сердцу, от человека к человеку, зажигая, поднимая, изливая. Прошу тебя, дорогой. Будь прославлен, будь превознесен. Боже, я прошу тебя, чтобы проповедь наша, она не была в человеческих словах, человеческой мудрости, Господь. Но в явлении твоей силы и твоей славы. В твоем Духе Святом. Пожалуйста, я благословляю этот народ. И молюсь, чтобы ты поднял великих служителей здесь, которые могли бы идти дальше, делать больше, являя твою славу. Являя твою любовь. Являя твою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Пророческое помазание. Господь говорит, пророческое помазание. На всяком деле, во всем. Я хочу руководить этим. Я хочу направлять тебя, говорит Господь. Я буду. Пророческое поклонение. Пророческая молитва. Пророческая евангелизация. Пророческие проповеди. О, халлелуя. Спасибо тебе, Иисус. Будь благословен, Господь мой. И благословен ты, Отец мой. Творец всего сущего. Царь вселенной. Твой разум. Твое движение. Ты есть все во всем, Господь мой. Я молюсь, Боже, чтобы ты был в каждом из нас Богом действующим, Богом сильным. Яви чудеса Твои. Яви обличье. Яви силу. О, Господь. Откровение. Откровение. Жажду по откровению. Драгоценный Господь мой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.